Всем привет! Сегодня готовим очень вкусные китайские пельмешки. Называются они фонтон. Можно их сделать во фритюре, а можно просто на сковороде. Делаются они очень быстро. Вкус получается потрясающий. Для начинки мы будем использовать мясной фарш. Фарш лучше сделать пряным, добавляйте туда специи, лучок, для того, чтобы пельмешки получились очень вкусные. Немножко муки понадобится для раскатки. И тесто. Тесто универсальное. Его можно использовать для лаваша, для пельменей, для вареников. Обязательно дайте тесту отдохнуть после того, как вы месите, и будет оно у вас замечательно и лепиться, и раскатываться. Берем 350 грамм муки. Добавляем прямо в муку чайную ложку соли, 2 столовых ложки растительного масла. И 200 грамм кипятка. Закипел, отмерили в чашку, буквально 1-2 минутки постоит. И заливаем муку. И теперь тщательно перемешиваем чем-то. Теперь хорошо замешиваем руками. Тесто должно получиться таким хорошим тугим комочком. Вымешивайте хорошо, чтобы перестало липнуть к рукам тесто. Тесто получилось однородной консистенции. Замешивается оно быстро. Теперь оставляем его в мисочке отдохнуть, пока оно остынет. Тесто разделяем на кусочки. Кусочки делайте тоже по вашему усмотрению. Любите чуть покрупнее делайте, а чуть больше. Любите мелкие, разделяйте на небольшие кусочки. Делаем колбаску из теста. И делим на небольшие порционные кусочки. Тесто скатываем в шарики, чтобы при раскатке у нас получились хорошие, ровненькие кружочки. Шарики после формировки немножечко отдохнули. Теперь раскатываем, делаем из них кружочки. Очень и очень тонкие, не делайте. Примерно где-то миллиметра два в толщину. Для того, чтобы во время приготовления тесто не порвалось и фарш никогда не делся. Теперь в него кладем начинку. И слепляем. Слепить можно любым способом, который вам нравится. Я покажу несколько сегодня. Сначала посрединке. И потом делаем небольшую складочку. И слепляем. Точно так же с этой стороны. Хорошо проходите шовчик. И получается у нас такой пельмешек. И следующий. Тесто получилось обалденное. Не прилипает. И хорошо-хорошо слепляется между собой. Опять добавляем начинку. И сначала слепляем, как обычный вареник. Крайшек получился такой, достаточно широкий. Теперь начинаем слеплять. По уголочку, вот так вот внутрь, понемножку заворачиваем. И получается у нас красивый гребешок. И сделаем еще один вид лепки. Внутрь начинку. И нам надо собрать так тесто, чтобы было 4 хвостика. По бокам. И соединяем. Между собой слепляем. И хорошенько проходимся по шовчику. Обязательно хорошо срединочку пролепить. И все. Получается такой красавчик. Ну и еще один вид лепки. Вареничка этого сделаем сейчас. Раскатываем. Опять начинку. Теперь слепляем посредине. Раз. Отсюда делаем карманчик. Получается складочка. Теперь разворачиваем. И точно так же с другой стороны. И получается такой. Пельмешки готовы. Приготовить их можно разными способами. Традиционные. Это поджаривание на сковороде. Я буду их делать во фритюре. На мой вкус будет так вкуснее. И они станут золотистые. Более аппетитные. Разогреваем масло. Теперь в хорошо разогретое масло. Отправляем наши пельмешки. Прям очень-очень сильный огонь делать не надо. Надо, чтобы успел проготовиться фарш внутри. Чуть-чуть выше среднего. И обжариваем до золотистой курочки. После того, как подварились, складываем на бумажное полотеночко. Для того, чтобы кипался лишний. Соус для лантонов можно сделать любой. Я сделаю такой приближенный к классическому. Немножко острый. И буду использовать соус сладкий чили. И немножко соевого соуса. Можно добавить кунжут, зеленый лучок. В общем, все-все, что любите. И немножко размешиваем. И сейчас будем пробовать. Такие замечательные пельмешки у нас получились. Тесто зажарилось. Получилось хрустящее, нежное. Фарш внутри будет сочным. Теперь попробуем. Немножко макаем в соус. Фаш проготовился. Очень сочный и вкусный. Тесто тоненькое, хрустящее. Приятного аппетита! Тесто тоненькое, хрустящее.